Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель логопед высшей квалификационной категории, олигофрена-педагог и нейропсихолог. И сегодня мы поговорим с вами об экспериментировании с детьми дошкольного возраста. Как сказал Конфуций, что я слышу, забываю. Что я вижу, я помню. Что я делаю, я понимаю. В концепции модернизации российского образования говорится, что развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью мышления, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия. Процесс обучения и воспитания в дошкольном образовательном учреждении направлен на раскрытие личности ребенка, раскрытие в личности ребенка тех качеств, которые будут ему необходимы для достижения любых целей в будущем. Развивать пытливость ума, знакомить со свойствами предметов при непосредственном наблюдении, явлении и процессов, формировать умение планировать и анализировать практическую работу. Это задача современной системы образования. Ребенок способен к самостоятельному поиску знаний, если педагог подготовил к этому соответствующие условия. Современная система образования в детском саду отходит от способа передачи детям знаний информационным методом, то есть прямая передача от педагога-воспитаннику. Согласно федеральному государственному общеобразовательному стандарту, педагогическая задача состоит в создании оптимальных условий, при которых каждый ребенок мог раскрыть и совершенствовать способности в открытии способностей и особенностей и свойств объектов окружающей действительности. Для повышения эффективности педагогической работы на занятиях наряду с применением других технологий рекомендуется использовать и экспериментальную деятельность детей. Исследовательские качества наблюдаются у детей уже одного-двух лет. Экспериментирование с объектами происходит при помощи элементарных действий. Это размазывание краски по листу, попробовать на вкус, испытать прочность, укусить, бросить, извлечь звук, то есть хлопнуть, например, ладонью или стукнуть о твердую поверхность. С развитием мелкомоторики и координацией движений опытные исследования становятся уже насыщеннее, но спонтанность в экспериментировании сохраняется до достижения 5-6 лет. Средние дошкольники способны к более длительным наблюдениям, они активно пополняют словарный запас и стремятся использовать в самостоятельной деятельности приобретенные навыки. Воспитанники старшей и подготовительной группы проводят опыты и эксперименты по самостоятельно продуманному плану, фиксируют и оценивают полученные сведения. Следовательно, на протяжении всего периода обучения в детском саду воспитанники совершенствуют способность решения проблемных ситуаций практическими методами, как совместно с педагогом деятельности, так и самостоятельно в различных режимных моментах. Само слово «эксперимент» с латинского языка переводится как «проба», «опыт», и одно из значений этого слова – «опыт вообще», попытка осуществить что-либо. Основные положения о детском экспериментировании как особой форме поисковой деятельности нашли отражение в исследованиях Гравякова, Лисина, Новоселова, Подьякова. Исследователями Подьякова, Говорковы было отмечено, что детское экспериментирование является особой формой поисковой деятельности дошкольников, в которой проявляется собственная активность детей, направленная на получение новых сведений и новых знаний. Целью опытно-экспериментальной деятельности в дошкольном образовательном учреждении является формирование и расширение представлений у детей об объектах живой и неживой природы через практическое самостоятельное познание. Педагог работает в этом направлении во время проведения занятий непосредственно образовательной деятельности, на прогулках, тематических досугах, мотивирует к экспериментированию в самостоятельной деятельности. Как известно, на педагогических занятиях ребенок включен в разнообразные виды деятельности. Он говорит, пишет, читает, отвечает на вопросы, но по его поведению и по отношению к занятию видно, что эмоционально ребенок пассивен. Обучением таким рутинным вещам, как анализ слов и предложений, не захватывает его эмоции. Если ребенок на занятии пишет, читает, отвечает на вопросы и при этом данная деятельность не вызывает интереса, то такое пассивное восприятие и усвоение материала не могут быть опорой прочных знаний. Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные собственным положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными. Ребенок наиболее полно и отчетливо воспринимает и запоминает то, что ему интересно и было получено за счет собственных поисков, наблюдений и исследований. На занятиях дети могут не просто учиться чему-либо. В процессе экспериментирования школьники учатся ставить цель, пробуют, добывают знания, решают проблемы, проверяют их опытным путем, делают выводы и простые умозаключения. Кроме того, на такого рода занятиях ребенок получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, самому ответить на такие вопросы, как «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Что будет, если?». Занятия дают большой простор для осуществления исследовательской деятельности детей. Всегда можно отыскать что-то увлекательное, интересное, что могло бы явиться предметом собственной поисковой деятельности, и в то же время работало на речевое развитие детей. Задача педагога – найти что-то интересное и увлекательное и подать детям этот материал так, чтобы побудить их самих к находкам и открытиям. Повышение эффективности педагогической работы может быть достигнуто именно за счет постоянного включения ребенка в самостоятельную исследовательскую деятельность. Использование экспериментальной деятельности на занятиях с детьми дошкольного возраста способствует формированию познавательного интереса, активизации работы тактильного, слухового, зрительного анализаторов, а это, в свою очередь, способствует речевому развитию, расширению и углублению информации об окружающем мире, формированию на этой основе системы представлений, развитию мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, обобщения, развитию абстрактного и логического мышления, совершенствованию связанной речи и развитию коммуникативной функции речи. Для изучения познавательной активности детей, выявление предпочтения к экспериментальной деятельности, определение места среди других видов деятельности, выявление умения анализировать объекты и явления, используются диагностики Людмилы Николаевны Прохоровой. Это маленький исследователь, сахар, выбор деятельности. Не буду подробно останавливаться на методиках, их вы можете скачать там же, где и презентацию вебинара. Татьяна Викторовна обозначала, каким образом это можно сделать. Мы, к сожалению, ограничены во времени, поэтому подробно не буду останавливаться на них. Требования к организации экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста предъявляются следующие. Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его, тема должна быть выполнима, решение ее должно принести реальную пользу участникам исследования. Ребенок должен раскрыть лучшие стороны своего интеллекта, получить новые знания, умения и навыки. Педагог должен точно сформулировать вопросы, задачи, познавательность действий так, чтобы каждый ребенок мог действовать осмысленно. Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, необычности. И тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. Дети младшей, средней, а иногда старшей группы не способны концентрировать собственное внимание на одном объекте долговременно. Поэтому следует стремиться к тому, чтобы первые исследовательские опыты не требовали длительного времени. Для реализации поставленных задач необходимо создать условия в предметно-развивающей среде группы или кабинета. Это уголок экспериментирования, либо мини-лаборатория. И основное оборудование мини-лаборатории может быть следующее. Это приборы-помощники, лабораторная посуда, весы, увеличительные стекла, песочные часы, компас, магниты, емкости для игр с водой разных объемов и форм. Природный материал. Это камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, спил и листья деревьев, шишки, мох, семена и так далее. Различный бросовый материал. Это проволока, кусочки кожи, меха, пластмассы, ткани, дерево, пробки и так далее. Разные виды бумаги. Обычная, картон, наждачная, копировальная и тому подобное. Медицинские материалы. Пипетки, колбы, мерные ложки, резиновые груши, шприцы, главное, без игл, прочие материалы. Воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные прозрачные стекла, сито, свечи и так далее. И может еще понадобиться дополнительное оборудование. Это детские халаты, клеенчатые фартуки, полотенца, контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов. Кроме того, я в своей деятельности использую карточки-схемы проведения экспериментов. На них описывается ход эксперимента. Так детям легче сориентироваться, какое действие за каким следует. Эти карточки я оформляю на плотной бумаге и ламинирую. Выделяют следующие виды занятий по экспериментированию. Сейчас очень кратко. Это игры-эксперименты, моделирование и опыта. Игры-эксперименты следующие. Поскольку ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра, первые опыты и эксперименты проводятся в русле игровой направленности. На занятии присутствует сказочный персонаж, который дает ребятам задания или просит о помощи в проблемной ситуации. Возможно, создание игровой ситуации, где дети будут действовать в вымышленных условиях. Например, царство снега, ильда, в гостях у феи воздуха и тому подобное. Моделирование. Что оно из себя представляет? Знания о свойствах предметов дети могут получить через изучение или построение моделей реально существующих объектов. Вулкан, айсберг, полярное сияние. К моделированию в опытно-экспериментальной деятельности способны дети уже 3-4 лет. Например, моделируют вихрь при помощи кусочков бумаги и создания воздушного потока. Педагогу важно учитывать, конечно же, возрастные особенности детей. Модель должна быть понятной и доступной. Опыты. Проведение опытов позволяет в наглядной форме объяснить физические явления на занятиях по окружающему миру. Необходимо провести инструктаж по работе в мини-лаборатории или экспериментированию на рабочем месте. Проговорить совместно с воспитанниками правила безопасности. Самостоятельное проведение опыта ярче откладывается в памяти ребенка. Дошкольники ставят опыты с водой, воздухом, различными видами почвы, магнитами. Комплексные виды опытов в детском саду обычно направлены на расширение представлений о свойствах почвы, воды, воздуха. Детское экспериментирование имеет следующую структуру. Это первая постановка проблемы, которую необходимо разрешить. Здесь используются наводящие проблемные вопросы. Далее у нас целеполагание. То есть формируется цель, определяется, что нужно сделать для решения проблемы. Затем у нас выдвигается гипотеза. Здесь идет поиск возможных путей решения проблемы. Детям задаются вопросы, что мы должны сделать вначале. Как вы думаете, с чего начинает исследование ученый. Составляется схема проведения эксперимента. Далее у нас идет проверка гипотез. На этом этапе осуществляется сбор данных и реализация в действиях. Начинается этот этап со сбора материала. Мы действуем по намеченному плану. Но прежде чем приступить к этой работе, надо договориться с детьми о способах фиксации получаемых сведений. Собираемые сведения можно просто запоминать, но это трудно. Поэтому лучше сразу пытаться их фиксировать. Несмотря на то, что многие дошкольники не умеют писать, сделать это технически несложно, мы можем использовать пиктографическое письмо. На маленьких листочках бумаги, ручкой или карандашом можно сделать заметки, рисунки, значки и символы. Это могут быть несложные изображения, отдельные буквы или слова, а также специальные изобретенные на ходу значки и различные символы. Далее у нас идет анализ полученного результата. Теперь собранные сведения надо проанализировать и обобщить. Раскладываем, мы делаем это на ковре, наши записи и пиктограммы так, чтобы их все видели. Начинаем смотреть и рассуждать, подтвердилась или не подтвердилась гипотеза. Что интересного мы узнали? Что нового мы можем рассказать другим по результатам проведенного исследования? И формулируется вывод и, конечно же, рефлексия. Поскольку я логопед, то более подробно я расскажу об экспериментировании не только с целью познавательной исследовательской деятельности, но и речевого развития детей дошкольного возраста. Информация, представленная мной, будет актуальна не только для детей, имеющихся или иные речевые нарушения, но и для нормотипичных детей. И первое направление детско-исследовательской деятельности, о котором я бы хотела рассказать, это исследование собственного артикуляционного аппарата. Оно может происходить как на индивидуальных, так и групповых занятиях. Дети, сидя перед зеркалом, внимательно изучают свой речевой аппарат, губы, язык, верхние и нижние зуба, твердое и мягкое небо. С первого взгляда может показаться, что в структуре этих занятий нет ничего нового, что все это логопеды и воспитатели делали и до введения федерального государственного стандарта дошкольного образования. Принципиальное отличие старого подхода от нового заключается в формулировке цели занятия. Если раньше детям объяснялось, как образуется речь, то теперь дети изучают методом самостоятельных наблюдений и экспериментов, как образуется речь. И в первом варианте центром образовательного процесса был педагог. Он объяснял роль всех органов речевого аппарата, просил выполнить то или иное действие и подтвердить сказанное. Дети выполняли, но оставались эмоционально пассивными. Во втором же случае педагог уже выбирает метод самостоятельных исследований. Он ничего не объясняет. При этом подходе дети видят сами, что происходит с тем или иным органом, какое участие в произнесении звуков принимает гортань, зубы, язык, губа. И также самостоятельно делают необходимые выводы. Безусловно, в первом варианте работа идет быстрее, но для осознания механизмов речи образования второй путь более интересен для детей и, как следствие, более продуктивен. И здесь работа проходит в три этапа. Вначале ребята, глядя в зеркало, просто находят органы, участвующие в образовании звуков, рассматривают их. Особое внимание уделяют гортане, находят ее путем ощупывания пальцами верхнего отдела шеи. Далее, с помощью артикуляционной гимнастики исследуют, как функционируют все эти структуры, как открывается и закрывается рот, как сжимаются и растягиваются губы, в каких направлениях может двигаться язык, какова роль всех органов при произнесении тех или иных звуков. И завершают работу экспериментом. Какие звуки можно произнести и какие нельзя. Если сжать губы и не открывать рот, если зажать нос, если не двигать языком, для чего последовательно прижимать его то к нижним зубам, то к верхним. При таком подходе нет жесткой регламентации деятельности детей, а осуществляется мягкое, почти незаметное участие педагога в эксперименте. Хорошо, если дети будут смеяться, общаться друг с другом, пытаясь произносить звуки в ситуации, когда это сделать невозможно. Тогда можно считать, что обучение идет в виде игры. Не возбраняется, если один ребенок будет проводить одни эксперименты со своим речевым аппаратом, другой – другие. И не следует думать, что все должны увидеть одно и то же. Пусть каждый работает в своем ритме и выполнит посильный для себя объем исследований. Главное, чтобы каждый увидел роль органов артикуляционного аппарата в произнесении звуков. Таким образом, между постановкой задачи в начале занятия и получением ответа в конце лежит сложная задача как детей, так и педагога. На наших групповых занятиях изучение собственного речевого аппарата неизменно переходит в изучение речевого аппарата друг друга. Что там делается во рту? Почему у меня или у тебя не получаются какие-то звуки? Покажи, как у тебя. Такое экспериментирование нельзя рекомендовать, конечно же, как обязательное. Его можно проводить только в том случае, если педагог заметил со стороны детей самостоятельные попытки заглянуть в рот другу. И тот с удовольствием поддерживает эту инициативу. Парная работа детей достаточно сложна и требует от педагога высочайшего такта и большой осторожности. Польза от работы по типу «испытуемый исследователь» огромна. Ребенок лучше понимает, что он делает не так и что нужно делать, чтобы правильно воспроизвести те или иные звуки. Очень важно дать ребенку возможность все посмотреть, пощупать, послушать. Поэтому занятия по ознакомлению с человеком являются эффективным дополнением к традиционным занятиям с детьми. Главное преимущество занятий такого типа перед традиционными заключается в том, что у ребенка формируется самостоятельность. Он сам что-то делает, сам смотрит, сам меняет условия наблюдения, сам делает логические умозаключения, сам приходит к определенным выводам. Причем каждый ребенок делает это по-разному и с разной скоростью, в то время как на занятиях до в ГОСовского, скажем так, типа, все должны были работать одновременно и в каждый момент выполнять одно и то же. В занятиях нового типа никто не дает ребятам никаких указаний и не сообщает им выводы в готовом виде. Второе направление – это исследование звуков как таковых. Развитие звукопроизношения способствует попытке детей воспроизвести своим голосовым аппаратом естественные звуки. Для этого педагог приносит набор предметов, которые производят звуки, разные по тембру, по громкости, по высоте. Это могут быть листы бумаги, издающий шелест, шуршание, треск, колокольчики, свистульки, стеклянные и пластиковые баночки, дудки, варабанчики, дощечки с дерева и фанеры и другое. Манипуляции с этими предметами детей средней группы подводят к умению различать на слух изменения звуков и шумов, к пониманию причин возникновения звуков, то есть колебания предметов. Актуализируются знания детей о шумовых свойствах предметов. Манипуляции с этими предметами детям старшая группа помогают понять, как распространяются звуковые волны. Дети подводятся к пониманию возникновения эха, выявляются причинам ослабления звука. Манипуляции с этими предметами детей подготовительной группы подводят к выявлению особенностей передачи звуков на расстояние, то есть звук распространяется через жидкие и твердые тела. Восприятие и анализ звуков способствуют усвоению фономатических различий, а самостоятельная попытка их копировать и воспроизводить готовит речевой аппарат ребенка к освоению шипящих, свистящих, сонорных звуков. Параллельно исследования такого типа можно использовать для закрепления употребления предлогов и улучшения ориентировки в пространстве. Ребенок указывает, где находится звучащий предмет, под столом, над столом, вверху, слева, справа и так далее. Если у ребенка отмечается нарушение звуковосприятия, можно давать задание иного типа. Перед ребенком лежит несколько предметов, педагог просит ребенка отвернуться, извлекает какой-либо звук и затем предлагает определить, какой предмет он использовал. Для детей со значительными нарушениями каждый предмет берется в одном варианте. Один лист бумаги, один колокольчик, одна баночка. По мере совершенствования звуковосприятия каждый предмет может быть представлен в нескольких вариантах. Например, перед ребенком кладут три листа бумаги разного сорта. Нужно определить, какой из них издал данный звук. В какой из трех колокольчиков позвонил педагог. По какой из трех баночек он постучал. Проведя собственные исследования, проверяя звуки, издаваемые каждым предметом, ребенок сам устанавливает истину. Выбор используемых предметов и условий предъявления звуков зависит от наличия и специфики речевых нарушений ребенка. Степень выраженности этих нарушений, уровня познавательной активности и зачастую определяется просто необходимостью сменить приемы работы, дать детям поиграть. Неподдельный интерес вызывают у ребят эксперименты со звучащими баночками. Для этого педагог приносит несколько баночек, которые при легком ударе по стенке издают разные звуки. В этих играх дети, слегка ударяя по стенке палочкой, то есть путем собственного исследования, находят баночки, звучащие одинаково, звучащие громче, тише, выше, ниже. Дети всегда с интересом играют в эту игру, ранжируют баночки по высоте тона или по силе звучания. Это напоминает им оркестр. Также я хочу рассказать вам об эксперименте, который называется «Музыка воды». Детям задается вопрос, задумывался ли кто-нибудь, что простейший музыкальный инструмент можно сделать из стаканов с водой. Для этого нам понадобится 5 стаканов из тонкого стекла, карандаш или любая деревянная палочка. И порядок выполнения. Поставить в ряд все стаканы и в каждый из них налить разное количество воды. То есть в следующий стакан наливается немного больше, чем в предыдущий. Легонько ударить карандашом или деревянной палочкой по стакану с наименьшим количеством воды. Затем по полному стакану. И внимательно прислушаться к звукам. Определить, какой из них наиболее глухой. Затем ударить по стаканам, стоящим посередине. И прислушиваться к звукам, которые они издают при касании. А далее детям предлагается сыграть мелодию. В результате этого эксперимента делается вывод, что каждый из стаканов издает свой звук при касании его карандашом. Все зависит от количества воды в стакане. Причем наиболее низкий и глухой звук издает тот, у которого вода налита почти до краев. Почему же так происходит? При ударе карандашом или палочкой по стеклу вода в стакане начинает колебаться. И благодаря этим колебаниям звучать. Наши уши воспринимают звуковые волны, которые создаются при ударе карандаша о стенке стакана. Затем эти волны проникают сквозь стекло и воду, снова отражаются от стенок стакана и попадают в воздух. Любят они игру? Найди ту баночку, по которой ударила я. Если в ходе исследований дети забывают звук, педагог воспроизводит его снова, предварительно попросив ребенка отвернуться. В игре дети могут играть по парам. Один из них является испытуемым, второй – исследователем. Еще один эксперимент – это шарик-усилитель звука. Педагог обозначает детям, если у вас хороший проводник звука, то вы без всяких усилий сможете услышать даже шепот. Для этого вам нужен всего лишь надувной шарик. И порядок выполнения эксперимента. Надуть шарик и завязать его. Хорошо прижать шарик одному уху и легонько постукивать по поверхности шарика с другой стороны. Что происходит? Несмотря на то, что ребенок лишь слегка постукивает по шарику, он слышит довольно громкий звук. Почему так происходит? Когда шарик надувается, молекулы воды внутри него максимально приближаются друг к другу. Такое приближение молекул в ограниченном пространстве позволяет им стать гораздо лучшим проводником звуковых волн, чем обычный воздух вокруг нас. Следующий эксперимент – рупор. Педагог спрашивает у детей, есть ли среди них те, у кого тихий голос. Слышат ли их в большой компании? Если нет, то что можно сделать? В итоге дети делают рупор. Для этого понадобится лист чертежной бумаги, ножницы, линейка, клей, транспортир, карандаш, циркуль и скотч. И порядок выполнения следующий. Взять лист чертежной бумаги. От левого угла листа линейка отмерить 35 см. Провести две дуги. Для этого нужно одну ножку циркуля поставить в уголок листа и, отмерив 5 см, провести дугу. Вторую дугу провести с радиусом 30 см. Взять транспортир и отмерить угол 60 градусов. Провести прямую линию до соединения с дугой. В итоге получилась выкройка рупора. Ее нужно вырезать. Готовую выкройку свернуть так, чтобы получился конус. Для того, чтобы форма держалась, выкройку нужно склеить. Для этого по всей длине возле кромки нанести клей, соединить концы бумаги, сжать и подержать какое-то время. Здесь есть совет. Для более надежной фиксации закрепить шов рупора в нескольких местах кусочками скотча. И рупор готов. Его можно поднести к арту и что-нибудь сказать. Затем обсудить разницу в звучании. И чем больше размеры рупора, тем отчетливее и громче передается речь на большое расстояние. Что происходит? Голос звучит громче. Почему так происходит? Когда человек говорит, звук равномерно распространяется во всех направлениях. Когда используется рупор, усиление голоса происходит практически в одном направлении. Если говорить о познавательном развитии детей, то все вышеназванные исследования способствуют в дальнейшем более точному восприятию фономатических различий. Если же говорить об общем развитии ребенка, то у него формируется понимание своих возможностей. Если я чего-то не знаю, то могу узнать это путем собственных исследований. И третье направление – это исследование речевого дыхания. Для изучения особенностей речевого дыхания в разных ситуациях дети надувают шары, дуют на ленточке, учатся регулировать силу воздушной струи, сдувая легкую ватку или тяжелый кубик. Дуют через соломинку в стакан с водой, чтобы поднялась так называемая буря в стакане. Дуют в трубочку для того, чтобы шарик поднялся вверх и не упал. На ладонь разными способами получают то холодную, то теплую струю воздуха. На коллективных занятиях ребята любят играть в футбол. В этой игре нужно забить гол ворота противника с помощью воздушной струи. Дуть можно либо просто ртом, либо через трубочку. И каждый способ имеет свои преимущества. Еще одна игра «Плыви-плыви кораблик». Здесь в качестве оборудования мы используем кораблики с парусами. Можно сделать самим из ореховой скорлупы и бумаги. И широкая емкость с водой. Необходимо опустить кораблики на воду. Дети дуют на кораблике, они плывут. Так и настоящие корабли движутся благодаря ветру. Что происходит с кораблем, если ветра нет? А если ветер очень сильный, начинается буря, и кораблик может потерпеть настоящее крушение. Все это дети могут продемонстрировать. Еще один эксперимент «Воздух работает». Здесь в качестве оборудования мы используем пластмассовые ванночки, таз с водой, лист бумаги, кусочек пластилина, палочка, воздушные шарики. Дети рассматривают воздушные шарики. Что внутри них, чем они наполнены, может ли воздух двигать предметы. Как это можно проверить? Педагог запускает воду, пустую пластмассовую ванночку и предлагает детям. Попробуйте заставить ее плыть. Дети дуют на нее. Что можно придумать, чтобы лодочка плыла быстрее? Прикрепляют парусом и снова заставляют лодочку двигаться. Почему с парусом лодка движется быстрее? На парус давит больше воздуха, поэтому ванночка движется быстрее. Какие еще предметы мы можем заставить двигаться? Как можем заставить двигаться воздушный шарик? Шарики надуваются, выпускаются, дети наблюдают за их движением. Почему движется шар? Воздух вырывается из шара и заставляет его двигаться. Дети самостоятельно играют с лодочкой, с шариком. Еще очень интересная есть в продаже. Это волшебные фломастеры. В магазинах можно встретить специальные фломастеры для выдувания. Изображение получается с помощью брызг выдуваемой краски. Рисование такими фломастерами учит детей регулировать силу и продолжительность выдоха. Для этой игры есть ограничения. Это наличие хронических расстройств дыхательной системы, например, бронхиальная астма, и инфекционных заболеваний у их участников. И игры такого типа позволяют решать задачи, изучить физические свойства предметов, изучить собственную способность регулировать силу воздушной струи, а также тренировать дыхательные мышцы и весь речевой аппарат. Четвертое направление – это обогащение словарного запаса. Я стараюсь связать экспериментальную деятельность детей с изучаемой лексической темой. Таким образом мы закрепляем изученную тему, совершенствуем связную речь, развиваем логическое мышление. Например, при изучении лексической темы продукты питания проводим эксперимент, с какими способами можно съесть хлеб. Цель этого эксперимента – развивать мыслительные способности детей, активизировать в речи детей прилагательные и глаголы. И материалы оборудования на каждого ребенка – все это должно быть, конечно же, чистым и соответствовать геническим нормам. Вопрос. Какой бывает хлеб? Белый, черный, сладкий, кислый, свежий, вкусный и так далее. Придумать разные способы, как можно есть хлеб. И примерные варианты – отрезать, отломить, откусить, отщипнуть, взять губами, покормить кого-то. Подводятся итоги, выявляется, кто больше придумал способов, как можно есть хлеб. Делаются выводы. Человек может использовать большое количество разных способов, чтобы есть хлеб. Следующий эксперимент – это проверка вкуса. У каждого из нас есть любимая еда. А каким образом мы понимаем, что одни продукты вкуснее других? Благодаря этому опыту дети смогут убедиться в том, что наше восприятие вкуса зависит от запаха продуктов. Необходимо кусочек сырого очищенного картофеля, кусочек очищенного яблока. Яблоко и картофель должны быть нарезаны одинаковыми кусочками. И порядок выполнения эксперимента. Ребенку предлагается закрыть глаза и перемешать кусочки яблока и картофеля. Крепко зажать пальцами нос и по очереди съесть сначала один кусочек, потом второй. Что происходит? Когда жуешь с плотно зажатым носом, очень сложно определить вкус продукта. В данном случае картофель и яблоко будут иметь одинаковый вкус. Почему так происходит? Наш организм устроен так, что мы можем ощущать вкус только при участии органов обоняния. То есть мы одновременно ощущаем вкус и запах пищи. Когда основные вкусовые ощущения, соленые, горькие, сладкие, кислые, соединяются с запахом, мы различаем индивидуальный вкус каждого продукта. Поэтому при сильном насморке вся пища кажется пресной и невкусной. А сейчас я хочу напомнить вам эксперимент из нашего детства. Он называется «Домашний лимонад». Я думаю, все вы его делали. Моим детям тоже доставляет это удовольствие. Нам понадобится лимон, либо лимонная кислота, питьевая сода, чайная ложка питьевой сода, сахар по вкусу, стеклянный стакан, чайная ложка. И порядок выполнения эксперимента. Выжать из лимона сок в стакан, добавить в стакан воды, растворить в стакане соду и сахар. Попробовать получившийся напиток. Что происходит? То, что получилось, это и есть самый настоящий газированный лимонад, который продается в магазинах. Почему так происходит? Когда в разбавленный лимонный сок добавляется пищевая сода, происходит химическая реакция, в результате которой выделяется углекислый газ. То есть те самые пузырьки, которые получились. При изучении лексической темы обитателей морских водоемов, мы проводим эксперимент «Медуза в бутылке». Что нам понадобится перед вами на экране. И порядок выполнения эксперимента. Прозрачный полиэтиленовый пакет разрезать так, чтобы получился квадрат 30 на 30 сантиметров. Обычно эту заготовку я делаю сама. Далее делается туловище «Медузы». Для этого центр вырезанного квадрата собирается в небольшой шарик и завязывается ниткой, но не крепко, так как в этот шарик должна проникнуть вода. Затем полиэтилен под шариком разрезать на тонкие полоски, причем одни полоски сделать короче других. В туловище «Медузы» налить немного воды, но заполнить его не полностью. Там должен остаться воздух. И поместить «Медузу» в бутылку. Наполнить бутылку водой, добавить несколько капель красителя и глицерина, закрутить бутылку пробкой и перевернуть. Что происходит? «Медуза» всплывает. Почему так происходит? «Медуза» всплывает благодаря воздуху, который есть в ее туловище. Поскольку я работаю в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, и дети, которые у нас получают услуги из-за семей, находящихся в социально опасном положении, то важное место среди других тем является тема «Личная гигиена». И для того, чтобы им наглядно показать важность мытья рук, я использую следующий эксперимент. Нам понадобится вода, черный молотый перец или корица и жидкое мыло. А сейчас посмотрите короткий ролик. «Личная гигиена» В летнее время мы проводим эксперименты на улице, в песочнице. Проводить подобные эксперименты целесообразнее во время прогулок. И что здесь у нас? Эксперимент «Куличики». Одна часть песочницы с сухим песком, другую поливаем водой. Из какого песка можно сделать «Куличики»? Из сухого или мокрого? Пройтись ладонями по поверхности песка, выполняя различные движения. Вопрос. На какой половине песочницы следы видны отчетливее? Где? Сухой песок или мокрый? При изучении лексической темы «Зима» мы проводим эксперимент «Почему снег мягкий». Оборудование – лопатки, ведерки, лупа, черная бархатная бумага. Предложить детям понаблюдать, как кружится и падает снег. Пусть дети сгребут снег, а затем ведерками носят его в кучу для горки. Дети отмечают, что ведерки со снегом очень легкие, а летом они носили в них песок, и он был тяжелым. Затем дети рассматривают хлопья снега, которые падают на черную бархатную бумагу через лупу. Они видят, что это отдельные снежинки, сцепленные вместе, а между снежинками воздух, поэтому снег пушистый, и его так легко поднять. Вывод – снег легче песка. Так как он состоит из снежинок, между которыми много воздуха. Дети дополняют из личного опыта, называют, что тяжелее снега – вода, земля, песок и многое другое. Обратите внимание детей, что в зависимости от погоды меняется форма снежинок. При сильном морозе снежинки выпадают в форме твердых крупных звездочек. При слабом морозе они напоминают белые твердые шарики, которые называются крупой. При сильном ветре летят очень мелкие снежинки, так как лучики у них обломаны. Если идти по снегу в мороз, то слышно, как он скрипит. Прочтите детям стихотворение Бальмонта «Снежинка». Следующий эксперимент «Почему снег греет?» И нам понадобятся лопатки и две бутылки с теплой водой. Предложить детям вспомнить, как их родители на даче, если у кого-то есть, защищают растения от морозов. То есть что делают? Укрывают их снегом. Спросите детей, надо ли уплотнять, прихлопывать снег около деревьев. Нет. А почему? В рыхлом снеге много воздуха, и он лучше сохраняет тепло. Это можно проверить. Перед прогулкой налить в две одинаковые бутылки теплую воду и закупорить их. Предложить детям потрогать их и убедиться в том, что в них обеих вода теплая. Затем на участке одну из бутылок ставят на открытое место, другую закапывают снег, не прихлопывая его. В конце прогулки обе бутылки ставят рядом и сравнивают, в какой бутылке вода остыла больше, выясняют. В какой бутылке на поверхности появился ледок и какой делается вывод. В бутылке под снегом вода остыла меньше, значит снег сохраняет тепло. Обратите внимание детей, как легко дышится в морозный день. Попросите детей высказаться. Почему? Это потому, что падающий снег забирает из воздуха мельчайшие частички пыли, которые есть и зимой. И воздух становится чистым, свежим. Следующее направление – это трансформация букв и слов. Большие возможности для развития познавательной исследовательской деятельности детей дает трансформация букв и слов. Данное направление может быть реализовано в нескольких вариантах. Данное направление – это конструирование букв. Педагог не вмешивается в процесс, не дает никаких рекомендаций и советов, не оценивает правильность действия ребенка. В это время мыслительная активность детей очень высока. Большой интерес вызывают задания по трансформации букв, как из одной буквы получить другую, передвинуть палочку, что-то добавить или убрать, заменить один предмет другим и так далее. Иногда эта работа проводится как соревнование между ребятами, кто придумает больше вариантов. Такая исследовательская деятельность стимулирует воображение, развивает способность к мысленному моделированию, то есть к проведению мысленных экспериментов. Меня вообще часто удивляет фантазия детей. Зачастую они придумывают, как использовать те предметы, которые мне самой казались бесполезными и попадали в набор просто для создания ситуации выбора. Познавательная исследовательская деятельность реализуется при анализе отдельных фраз и предложений. Например, игра слова «рассыпалось» — это наша анаграмма. На доске слово с измененным порядком букв. При этом может получиться не одно слово, а несколько. Сосна, насос, терка, актер. На занятиях я использую также метограммы, когда для получения нового слова необходимо заменить одну букву или звук. Зайка, майка, гайка, чайка. Образование новых слов из букв данного слова. Например, мороженое, море, нож, морж и так далее. Подбор слов к рифме. Сок, лесок, носок, поясок, голосок и тому подобное. Детям очень нравится работа с изографами. Это картинки, выполненные всеми буквами слова, обозначающего эту картинку. Составление предложений по графическим схемам. Игра «Телеграф». Еще очень хорошая игра. Хочу порекомендовать вам развивающая игра «Читай-ка на шариках». Это игра Воскобовича. Данная развивающая игра является эффективной методикой для обучения и закрепления навыков чтения. В более сложном варианте это перестановка слов с целью получения правильной фразы. Например, «Окошке сидит на кошка» или соединение частей разорванных предложений. Также можно предложить чтение текста с конца. Предлагается это упражнение для того, чтобы осознать неудобства такого прочтения. По мере накопления у детей фонда умственных операций можно анализировать сложные тексты, типа того, что перед вами на экране. После каждой строчки педагог останавливается и просит ребят дать правильный вариант текста. Тема очень широкая, к сожалению, мы ограничены во времени. Если есть необходимость, то мы можем провести еще вебинар на эту тему. Отметьте, пожалуйста, в комментариях, нужно ли провести еще вебинар по этой теме. И в заключении хочется еще раз подчеркнуть, что возможности для развития познавательно-исследовательской активности детей на педагогических занятиях очень велики. И задача педагога стремится как можно чаще создавать для этого необходимые условия. Ведь содержание образовательной программы выполняет роль средства развития и подбирается по мере постановки и решения развивающих задач. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.